Значит, что это вот такие проекты, в том числе? Значит, проект «Азбуки. Буквари. Дниги до чтения». Значит, проективом специалистов Библиотеки Немушинского исследуются эволюции педагогических идеалов в отечественной журнальной литературе для начальника школы. То есть, в Буквари. Дниги до чтения. Вот в период перехода от православной державной парадигмы в активно-государственное образование. Этот период, по мнению следовательно, затрагивает интервал с 1900 по 1940 год. Материалы размещены в базе данных, которая размещена на сайте Библиотеки, и они доступны в виде библиотекартических списков, разбитых на три этапа, которые размещены в открытом доступе на сайт. Отдельные, оцифрованные, и размещены в своем доступе и доступной подссылке из упомянутых библиотекартических списков. Вот в внешнем виде страницы. Вот можно перейти к базе данных, можно перейти к этим спискам библиотекартических, и еще обращаясь интересные, есть ссылка «Аналогичные ресурсы интернет». Это ничкоподобные аналогичные ресурсы на зарубежных источниках, немецких и американских. Значит, вот при переводе по одной из ссылок, перед следующей своей, открывается «Аналогичная страница». То есть здесь, где тут можно выродить просто алфавитный список книг, относящихся к этому периоду, но что самое интересное, что большинство для них книг, и этот список будет пополняться, эти книги оцифровываются и выкладываются в открытом виде на сайте Библиотеки. То есть в открытом виде выкладываются только книг, из которых не распространяется действие законодательства об авторском правиле. Ну, в частности, если перейти, например, по одной из ссылок, вот открываются такие страницы, и можно постранично листать и просматривать эти книги. Ну, в данном случае, конечно, очень узкая тематика. Это книги для начального чтения, буквально некоторые исследования посвященные этой тематике. Но, тем не менее, в данном случае любой читатель может получить книгу алфавитичную, той, которая издавалась в 1900 году. То есть в этом случае это является вполне авторитетным историкам. Следующий слайд, пожалуйста. Это, я говорю о вас, ссылки, аналогичные ресурсы для интернет. Тут здесь, в частности, проведено 4 таких ссылки. Ну, и там очень коротко дается короткая аннотация, что из себя представляют эти сайты. В частности, ну, в частности, последний очень интересный. Коллекция цифрованных старинных детских книг из фондов университетских библиотек Германии. Или, например, там ссылка на школьные участники из США. Значит, потом электронная библиотека Школьных ученников Института международных исследований тоже из Германии. То есть практически там, при переходе по этим ссылкам, открываются списки и тоже доступны книги в цифровом виде. Ну, они, правда, естественно, не на русском, а на немецком, а на английском языках. Теперь коротко о следующем проекте биорегиологическая библиотеки. Значит, это тоже создается в стенах библиотеки Школьных. Это интернет-библиотеки по педагогике, психологии, педагогике-психологии мира. Значит, информация отбирается из библиотеки, ну, в том числе, иногда, и из библиотеки. Она отбирается, так сказать, достаточно, как бы, критично, и отбирается на сайте библиотеки. Это постоянно пополняемая биорегиологическая энциклопедия. Сейчас я расскажу, почему она имеет такое название. Следующий смысл, пожалуйста. Вот внешний библиотек. Значит, слева это вот сама эта энциклопедия. Здесь она по дату рождения, по юбилея. Мы сделаем для удобства тех, кто готовит какие-то тематические работы, школьные учителя и какие-то воспитатели по дату. И отражаются в правой стороне, отражаются не только педагоги и психологи, но и события в культурном, в культурном пространстве мира, писатели, дожники и просто какие-то исторические события. При переходе по ссылкам открываются подробные странички, если вы считаете. Значит, здесь можно при переходе на самую биорегиологическую энциклопедию, можно вести поиск по алфавиту, по странным областям знаний. Значит, ну вот два примера при переходе по этой биорегиологической энциклопедии. Значит, я просто выбрал двух последних юбилей, праздновали столетия с дня рождения Гумилёва и Перемана. Ну, Гумилёв – это известный историк, опять же, он известный популяризатор физики, ну, далекая занимательная физика. Значит, вот странички, посвященные Гумилёву. Значит, если ты не исключил, то здесь отражаются карточки из, скажем, картотеки библиотеки. То есть практически видно, что все, что относится к Гумилёву в форме библиотеки, отражено в статье про него. Ну, таким образом, человек, ну, в принципе, он может войти в электронные каталогы, в имя же каталога библиотеки и искать по поиску. Но здесь уже, если вы как-то интересует конкретную личность, здесь уже отобрана библиография. То есть, ну, в принципе, человек может дойти нужную ему книгу и при желании, ну, если он уже очень хочет, он может или прийти в стену библиотеки или прочитать или заказать какой-то фрагмент книги по системе электронной доставки документов. Значит, ну и в частности, при наличии каких-то документальных, фотографических фактов, там тоже имеются ссылки на статье, вот сейчас про Гумилёва. Вот следующая статья про Теремана. Вот у него 4 декабря будет, как только не понимаю, тоже не выглядит рождение, 130 лет с дня рождения. Значит, следующая. Значит, таким же образом отражаются карточки, имеющиеся книг или его, или о нем, в нашей библиотеке. И, значит, здесь отражается также электронный каталог. Очень коротко. У нас с 2004 года ведется электронный каталог, поэтому книги в электронном каталоге есть, а до 2005 года книги находятся в карточном каталоге, он отскалирован и выложен тоже в интернете. Поэтому здесь, как бы, в каждой статье, если есть книги более 5 года до 2001 года и после, то они отражаются по-разному. В нем некоторые книги, те, которые, в соответствии с законодательством, в Батмарском праве разрешено выполнять самовый доступ, оцифровываются, и прямо из-за книги можно перейти на эту книгу, оцифровывая. Ну, естественно, что оцифровка – это очень поднаемкое занятие, это трудно делать, но тем более, чем это происходит и делается. Поэтому книги становятся тоже доступными. Значит, здесь я просто очень коротко экземлирую, что, то, что я сказал, что она, такая интернет-экциклопедия, доступна любому человеку, любого компьютера из любой точки Земли, и в то же время она, в принципе, такие источники, они, конечно, являются авторитетными источниками, которые действительно можно ссылаться. Следующий вопрос. Ну, и в заключение, я хочу сказать, что таким образом, вот, в сети интернет существуют не румажно, а в интернет-экциклопедии источники, которые вполне могут быть авторитетными. Ну, очень коротко я постарался, так сказать, сохранить и очень быстро рассказать свой доклад, чтобы войти в рекламу, на что поднялся внимание и переехать вопрос, готов к вам сказать. Спасибо.